Девисил Но издавна культивируется. И в любой деревне можно всегда найти огород, в котором можно увидеть девисил. Название этого растения как бы говорит само за себя. Наши предки приписывали девисилу наличие девяти сил. Современные фитотерапевты выделяют девять систем органов, на которые воздействует девисил. Испокон веков растение применялось при надрывах, то есть растяжении мышц и связок с их повреждениями от подъема тяжести, а также при вывихах суставов. В этих случаях очень хорошо сочетать девисил с огородной рутой. С давних времен девисил применялся при лечении заболеваний легких. Особенно при кашле, с густой тягучей мокротой, для ее разжижения. Как противокашлевое средство, девисил неплохо сочетается с медом. Это сочетание можно рекомендовать и при бронхиальной астме. Оно же показано для приема на ночь, при различных функциональных расстройствах нервной системы. Мед запивают отваром девисила. Широко известна способность девисила нормализовать работу органов желудочно-кишечного тракта, в частности кишечника. Именно нормализовать. В частности, при поносе отвар из корней девисила действует на кишечник закрепляющий. А при запоре, наоборот, послабляет кишечник. Из девисила делают настой. Врачи старой школы при лечении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки рекомендовали после приема девисила принимать несколько ложек нутриного сала. Это усиливает действие девисила. Одну столовую ложку настойки нужно заесть двумя-тремя столовыми ложками свиного жира. Девисила обладает желчегонным и противопаразитарным действием. Поэтому рекомендуется при лечении лимблиоза. Девисила обладает довольно мощным противоглистным действием. Отвар корневища убителен как для плоских, так и для круглых листов. Кроме того, в старину растения применяли как инсектицидное средство для лечения чесотки. Крепкие отвары девисила в виде примочек накладывались на пораженные чесоткой места. Либо использовалась мазь девисила. Трех-пятипроцентная на внутренном свином сале. Известен также кровоостанавливающий эффект у девисила. Но в отличие от других кровоостанавливающих растений, этот эффект при приеме девисила появляется не сразу, а постепенно. И связан с нарастанием в крови количества кровяных пластинок. Девисил способен нормализовать месячные при нарушении менструального цикла, особенно в сочетании с другими травами. Единственным противопоказанием к применению девисила служат беременности. Из девисила делают отвар.